Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры во второй очереди строящегося жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю. Срок сдачи – четвертый квартал 2013 года. Телефоны – 48333 и 48300. Партнер программы новости – клуб танцевального спорта «Лунапарк». Эфир канала РЕН-ТВ продолжает новости «Анапарегион». В студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Новые жизни именитого предприятия. В селе Юровка запустили новую линию производства вина. Как отличить правильное такси от нелегального? Об этих и других событиях расскажем прямо сейчас. Кубань, Кровиноград и виноделие. В Юровке возродили старый винзавод, реконструировали и поставили новое оборудование, что позволило делать не только первичную обработку винограда, но и выпускать высококачественное натуральное вино. На дегустации первой продукции была наша съемочная группа. Сегодня запустился винзавод Юровский. Мощность этого завода 300 тысяч декалитров. С его помощью мы планируем увеличить объемы розливого вина с 1 миллиона декалитров до 1 миллиона 150 тысяч декалитров уже в этом году. Новое, хорошо забытое, старое. Это правило коснулось Юровского винзавода. Заброшенное производство удалось возродить Светлане Куликовой. Она приехала в Юровку из Новосибирска несколько лет назад. Ее поразила плодородная кубанская земля обилие фруктов. Винзавод в Юровке никогда не выпускал вина. Во все времена там производилась только первичная обработка винограда. И вот сегодня первые литры в упаковке тетропак сходят с линии розлива. Мы выращиваем виноград. Открыли розлив и на будущий год планируем реанимировать старое производство. Это старый завод по переработке, получить вторую лицензию. То есть сделать цикл уже завершенным. То есть виноград вырастили, виноград переработали, развили свое и продали. То есть хотим работать только на собственном сырье. То есть это в планах. Ну пока, конечно, собственно, сырья с 200 гектаров нам будет недостаточно. Поэтому мы будем подкупать. Будем стараться тоже подкупать у нашего, у отечественного производителя. Вот сейчас мы купили тоже на анапском винзоводе виноматериал. Вот. И будем разливать свое вино, свое хорошее качественное вино. Это большое событие для Юровки и, пожалуй, города-курорта в целом. Так как на заводе в ближайшем будущем в общей сложности будет создано более 60 рабочих мест. Для сотрудников созданы достойные условия труда и хорошая заработная плата в среднем 20 тысяч. Директор рассказывает, что набирала первых специалистов, что называется, по крупинкам. В ответственный отдел анализа вина пригласили лаборанта химических анализов с 29-летним стажем Ларису Костерину. Она работала на известном СПК имени Ленина в поселке Виноградном. Заведующая лабораторией Ольга Орлова, тоже ее коллега по бывшему СПК. Анна Охлыч специально приехала из станицы Ворениковской. Ее послужной список весомый и производство она знает от и до. Анна провела первую дегустацию для гостей. Сейчас разливается классическая линия Мерло, Каберне-Савиньон, Изабелла. Сухие, полусухие, полусладкие вина. Дирекция завода планирует запустить три линии розлива вина. Бутилированного можно будет разливать до 800 бутылок в час. Своего сырья для производства таких объемов вина пока недостаточно. Но в планах перейти на свой собственный полный цикл производства. 200 гектаров – это у нас виноградники, а в собственности у нас 600 гектаров. То есть мы планируем каждый год понемножку, чтобы было подъемно и подрядчику нашему, подсаживать по 30 гектаров своих виноградников. То есть и потенциал в принципе у нас есть. Чтобы дать путевку в жизнь хорошему товару, по сложившейся традиции, гости подержали в руках первый тетрапак и вместе с руководителем предприятия наклеили акцизную марку. Лариса Басова, Артем Зиборов, Анапа-регион. К другим темам. Как отличить легальные автомобили такси от серых по внешнему виду? И какие требования должны выполнять водители такси? Алина Гумерова узнала тонкости организации автоперевозок в Анапе и вместе с сотрудниками Рота ДПС понаблюдала за подвижной статистикой. Подробности в сюжете. В Анапе зарегистрированы 260 индивидуальных предпринимателей. Это водители, кому разрешена деятельность таксистов. На деле машин с шашками ездит по городу намного больше. Это нелегалы. Отличить легальных перевозчиков от нелегальных достаточно сложно. Любой легковой такси в общем транспортном потоке должно иметь отличительные знаки. На боковых поверхностях кузова символику таксомоторных перевозок. Композицию из контрастных квадратов в шахматном порядке. На крыше автомобиля фонарь оранжевого цвета, соответствующий ГОСТу, либо выполнены по техническим условиям. Как правило, у нелегальных таксистов фонарь, цветографическая схема отсутствует, фонарь белого, ну какого угодно цвета может быть. И вообще, так-то в потоке тяжело отличить легального перевозчика от нелегального. Это уже в процессе проверки документов выявляют. У легального перевозчика на руках должно быть разрешение на осуществление данного вида деятельности, или он должен быть зарегистрирован в налоговой инспекции, как индивидуальный предприниматель. Жителями гостям курорта, пользующимися услугами легкового такси, нужно выбирать легальный, отвечающий требованиям по безопасности пассажирских перевозок и выдерживающий тарифную политику. В противном случае пассажир рискует стать жертвой наживы нелегалов, не желающих нести ответственность за качество предоставляемых транспортных услуг. Водителям, желающим осуществлять перевозки пассажиров, необходимо оформить документы в установленном порядке и работать легально, без протоколов об административном правонарушении, ожидания очередной проверки и без штрафов. Алина Гумерова, Артем Зиборов, Анапа. Регион. Август – время чествования строителей. Профессиональный праздник специалисты отмечают во 2-е воскресенье августа. Накануне строителей поздравили в мэрии. Работу лучших мастеров своего дела отметили грамотами и благодарностями главы. Мэр Анапы Сергей Сергеев поблагодарил строителей за работу. Результаты их труда на виду – оплошности и недостатки недопустимы. Это безопасность зданий. Работа строителей должна быть безупречной по всем показателям. Для меня есть несколько праздников, значимых в жизни. Ну и вот 2-е воскресенье августа с детства я помню, потому что отец у меня всю свою сознательную жизнь был созидателем, конкретно прорабом в межколхозной строительной организации. Таких сейчас нет, к сожалению, их похоронили. Я свою трудовую деятельность тоже начинал мастером участка в межколхозной строительной организации. Поэтому День строителя для меня праздник не чуждый. Мне не надо памяток, чтобы поздравлять людей и говорить. Я хочу сказать не дежурные слова, а действительно то, что я увидел в Анапе, то, что сделано строителем. Социальные объекты, жилые торговые помещения, развлекательные учреждения, все здания – дело рук строителей. Восстановление престижа профессий и возрождение специальных учебных заведений. Так можно решить сразу несколько проблем. Мы будем восстанавливать средние и специальные учебные заведения. Может быть не в том виде, в котором кто-то из вас учился, потому что сегодняшний день требует другого мировоззрения. Мы будем восстанавливать институт наставничества, потому что сегодня, раз уж я заговорил об иностранной рабочей силе, я знаю причину ее привлечения. Сегодня хороший каменщик, хороший сварщик, хороший штукатур, маляр-плиточник. Это довольно высокооплачиваемая работа. Благодарности мэра Анапы за работу получили 15 анапчан-строителей, инженеры, сантехники, операторы, маляр, подрядчики. 9 строителей разного уровня подготовки и узкой специализации отметили почетными грамотами мэра Анапы. Индивидуальный предприниматель Александр Шлахтер выразил мнение и поделился настроением всех награжденных. Поблагодарил Сергея Сергеева за внимание к специалистам, созидающей профессии. Очень бы хотелось, чтобы в городе была разработана ну какая-то программа по содействию честной конкуренции, для того, чтобы мы могли совершенно спокойно, если кто-то предложит лучшие для города условия, нет проблем, работают. Но чтобы мы были, ну как бы под опекой городской администрации, потому что мы зарегистрированы в Анапе, мы платим налоги в Анапе, мы обеспечиваем наших людей работы. Я думаю, это наша общая цель. А вообще-то, большое спасибо за то, что стройка живет. Анапа – хедлайнер списков самых строящихся городов России. И труд строителей в городе-курорте оценивают не только анапчане. Гости со всей страны, глядя на городскую архитектуру Анапы, судят о вкусе, профессионализме и качестве жизни анапчан. Наталья Пухальска, Алексей Мухортов, Анапа – регион. 8 августа, в День памяти героя России Вячеслава Евскина, у мемориального памятника прошла акция. 17 лет прошло со дня гибели майора ФСБ Вячеслава Евскина. Почтить память героя собрались и анапчане, родственники и официальные лица. Подробности акции с бульвара Евскина в следующем сюжете. О таких людях снимают кино и пишут книги. В этом году Вячеславу Евскину исполнилось бы 53 года. 17 лет – его нет. И 17 лет анапчане вспоминают его подвиг. На торжественной церемонии сослуживцы и родственники вспомнили, каким он был – герой России. Настолько большое дело сделал. Он не посмотрел на то, что у него тоже сын. И он спас жизнь своим ребятам ради того, чтобы большое поколение детей молодых, которые женили, создали свои семьи, он не пожалел себя. И он вообще с детства всегда жил как бы для кого-то. Он всегда в первую очередь, если его мама угощала, а он видел, что это только ему дали, он в первую очередь бежал к старшему и ко мне на угостись. А потом уже и в детстве всегда в школе, всегда он заступался за девчат. Молодая смена – курсанты Института береговой охраны. На примере земляка знают, какой ценой становятся героями и чего стоит военный подвиг. И то, что каждый год жители и, прежде всего, молодежь нашего города собирается у этого памятника, очень символично. Потому что друзья, те, кто был с ним рядом, те, кто провожал его туда, те, кто ждал, семья, ветераны, они никогда не забудут подвиг своего товарища. Но мы должны каждый год передавать эту память молодежи и вот этим совсем еще юным ребятам. Но они должны помнить, знать, они будут взрослеть, и они будут понимать, какое это, каким был этот человек, для чего он жил и во имя чего он погиб. Майор Евскин проявил мужество и героизм в бою в Грозном 8 августа 1996 года при попытке прорыва из окруженного здания был тяжело ранен. До последнего отстреливался от боевиков, а затем взорвал окруживших и погиб сам. Вячеслав Евскин спас 90 сотрудников службы безопасности. В 1996 году ему присвоили звание Героя Российской Федерации. Посмертно. Обладание ими было настолько важным, что сначала боевики предлагали сотрудникам сдаться. Потом просто уйти к своим с оружием. Потом даже предлагали сделать это за деньги. Ответом был категорический отказ. Тогда начался ожесточенный бой. Скорбная минута молчания в память героя. Напчане возложили к мемориалу цветы в городе, на бульваре, названном в честь Вячеслава Евскина. Корзину с цветами поставят и на могиле погибшего в селе Джигинка. Наталья Пухальская, Алексей Мухортов. Анапа. Регион. На сегодня это все новости. В завершении выпуска прогноз погоды на завтра. Прогноз выходит при поддержке наших партнеров. Салоны магазина изделий с камней самоцветов Тайны Медной горы и торгово-центр Алиса. Всегда удачный шоппинг в центре города. У каждого из нас свои желания. Кто-то любит шоппинг. Кто-то не любит шоппинг. Кто-то любит играть. А кто-то любит себя. Торговый центр Алиса Исполняет ваше желание. Наш мир наполнен неизвестными и неразгаданными тайнами, которые манят как магнит. Особенно много тайн хранят в себе благородные камни. Магазин Тайны Медной горы приглашает приоткрыть этот секрет. Большой выбор изделий из натуральных камней, украшений из серебра, авторские изделия. Салон-магазин Тайны Медной горы подарит вам ощущение волшебства, таинственности и чарующей сказки. Приглашаем вас по адресу улица Крымская, 114. С пятницей 9 августа в Анапе малооблачно, без осадков. Температура воздуха днем плюс 25-27, ночью 23 градуса тепла. Ветер северо-западный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды в Анапской бухте плюс 24. Далее блок полезной информации от партнеров программы производственного предприятия «Меркурий-2» и клуба танцевального спорта «Луна Парк». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. Всего доброго и до свидания. Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры во второй очереди строящегося жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир. Развитая инфраструктура. Близость к морю. Срок сдачи 4 квартал 2013 года. Телефоны 48333 и 48300. Они стали легендой. Девятикратные чемпионы мира. Клуб танцевального спорта «Луна Парк». Стань одним из нас. Стань чемпионом.